так давайте поближе познакомимся с телефоном black view r6 приходит в такой вот коробки коробка менее удачно чем у там а серии и серии то есть вот те не повреждаются точно здесь видите телефон немножко болтается поближе вот так вот он немножко болтается е и а серия да там пенопластик такой по бокам не дающий телефону испортится с телефона я снял пленку она нам не нужна давайте заглянем все таки в коробку посмотрим что там внутри прячется помимо прочего не так уж и густо адаптер кабель для зарядки наушники силиконовый бампер и еще одна пленка а также инструкция что примечательно есть в инструкции русский язык это очень хорошо а съемная крышка а здесь съемная крышка и давайте все-таки немножко поближе про сам телефон заявляется он как цельный металлический корпус а диагональ дисплея 5 половиной дюймов full hd дисплей защищенное стекло два с половиной d то есть это закругленное сейчас помимо прочего штатной комплектации идет пленка наклеена то есть вы снимаете транспортировочную пленку здесь находится еще одна есть у вас нету защитного стекла пленку вас уже наклеена это хорошо значит сзади мы видим сканер отпечатка пальцев пока будем тестировать посмотрим насколько удачно он работает видим камеру вспышку 2 светодиодика на динамик зарядка микрофон кнопочки ничего не лифтит большой достаточно получается разъем для наушника кажется при вот его толщине мы собственно говоря все а значит работает он на шестом андроиде заявляется маршмалу зефир поддерживает быстрый запуск приложений свайпами по заблокированным экраном там вот есть некоторые движения пальцем до которые там ну будут давать возможность что-то быстро активировать за производительность в нем отвечает четырех ядерный процессор mediatek mt6737t работающий на тактовой частоте полтора гигагерц внутри 3 гига оперативной памяти мы достаточно хороший показатель чё там уходить 32 гига встроенной памяти камера у нас получается 13 мегапиксельная с двойной лет вспышкой для себя шик у нас получается 5 мегапиксельная камера давайте открывать открыть чем тебя открыть открыл я его кредиткой яндекс деньги которые я в итоге отказался потому что мечет два раза подряд они взяли заблокировали было очень неприятно причем не информирует о блокировке ничего не происходит очень демона они ужасны значит что мы видим внутри внутри мы видим аккумулятор аккумулятор у нас не съемный или съемный давайте поближе посмотрю похоже на то что он несъемный не но естественно вынуть можно да но считается он несъемный не то что там вынул другой поставил аккумулятор на 3000 миллиампер часов оригинальный наклеечка на нем светится и также мы видим следующие вещи sim 172 и отдельно слот для карты память это просто чудесно да не надо городить никаких бутербродов все хорошо также мы видим защитные пломбы в трех местах может где-то больше но я вижу пока только 3 а значит что у нас в плюсе до телефон работает в сетях 4g на обоих симках давайте мы сейчас одну как раз и вставим посмотрим насколько он это будет хорошо делать да ребят сапожник без сапог это применяя нет у меня сапог вернее сапоги у меня есть нет у меня переходника помочь его помочь его попытался ставить ставить не получилось поэтому давайте мы сейчас с вами продолжим знакомиться с телефоном а уже в конце непосредственно обзора когда найдут ки переходник ну мы уже посмотрим какие скорости он нам выдает и так что имеем достаточно шустрый срабатывающий сканер а вот смотрите любой стороной я кручу верчу палец подношу и он его узнает это прикольно на самом деле ребят значит сам экран давайте его вытру так вот он чуть почище не чуть существенно чище как он справится с gps тестом ну смотрите немножко подплясывает давайте в настройках еще уберу отключение экрана яркость так ну давайте попробуем понять насколько это хорошо выглядит я что карты не скачивал скачивал вот они они у нас яндекс карты давайте посмотрим смотрите достаточно точно у меня определяет но немножко видите швелится надо все таки понимать вот сейчас он даже более правильно начинает меня показывать все вообще идеально идеально точно вам показал над понимать то что все это дело происходит на балконе они лобовое стекло автомобиля где максимально точно будет показывать влево вправо не бегает не прыгает ну по-моему все хорошо а и только я сказал все хорошо он сдвинулся на тестировать его в машине тук 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 нет все пять касаний поддерживают по-моему в принципе вполне достаточно пяти касаний для вот большинства необходимого давайте все почистим так Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok второй полезный аксессуар это карта память в моем случае я пользуюсь вот такими картами микса они являются регулярным товаром поэтому если вы заказываете телефон у меня да вы всегда можете купить по цене али данные карты памяти вот такие вот чехлы кошельки сейчас немножко под закончились но новые заново идут опять же словами они мне нравятся сюда мы кладем телефон сюда вставляем 3 карты либо визитки сюда кладем деньги достаточно большое количество разных цветов также это регулярный товар если вы заказываете у меня телефон и хотите такой кошелек да напишите возьмите с кошельку значит по значит по самому телефону телефон прикольный чего не ему не хватает но вот сделали вы его цельнометаллическим а для чего вы сделали крышку съемный но у вас там все равно прячется несъемный аккумулятор ну ребята сделали бы здесь вот кнопочку нажал тангеточка какая-нибудь вылезла вынул симки вставил флешку вставил пошел нет по какой-то причине и r6 от blackview имеет съемную крышку с другой стороны но вдруг вы заходите там поковыряться но гораздо легче будет разобрать и собственно говоря и все а по телефону я обратил все-таки вот как тот что-то я не так немножко пальцами зажимал и получалось были несколько раз выбросы из игры я не разобрался почему а может быть это особенность телефона может быть это особенность уж меня руки немножко кривоват кто его знает а стекла на данную модель я не заказывал в принципе пленка есть но наверное пленку лучше снять как тут меня пленки раздражают хотя кому-то пленка наоборот пускай лучше будет качество фото вполне хорошо а самое важное да ну вот что немаловажно сканер отпечатка работает достаточно быстро и очень адекватно то есть таких вот там типа ой я не распознал я на нем не встречал распознание происходит без проблем хорошо основной плюс данного телефона это его цена цена приблизительно 6000 рублей там плюс-минус пара сотен курс пляши до соответственно там 6 200 вот приблизительно его стоимость для этой цены честный 3 гига оперативы ну и там прочее 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 очень даже неплохо внешний вид вполне симпатично вот этот расположение динамика если вы играете она как раз вам даст то что вы будете слышать игру в целом телефон мне вполне понравился необычность коробки это я привык просто немножко неудобные будет перепаковывать пересылать товар будет ли регулярным или нет пока не скажу что точно какое-то количество у меня есть заходите в группу вконтакте если он активен пишите уточняйте цвета в наличии заказывайте да с отправка по россии это стоит 300 рублей но другие страны уточнять засим думаю обзор закончен уточняйте до появились вас какие-то там нюансы там что тут вам в обзоре нравится не нравится напишите обязательно потому что я буду делать обзор на другие телефоны возможно переснимать да там на более удачные обзоры на там ранее снятые модели а поэтому ну с удовольствием готов высушить вашу критику пожелания либо хвальбу не забудьте поставить лайк подписаться на канал сделать репост и короче все что будет для меня приятно если вам это понравилось всем всего до скорых встреч а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»